Всем привет! Это новый выпуск «Выдал Барсу». Ой-ой, ну ладно, ладно. Мы сегодня поговорим обязательно еще и про другие клубы и вообще про старт сезона в топ-5 лигах. Я отвечу на ваши вопросы, а Вован, как всегда, порадует нас новым блицем. Поехали! Ну и начнем, как всегда, с чего-то, что вызвало сильную эмоцию у меня. И эта эмоция называется бешенство. Илкай Гюндаган находится на пороге того, чтобы уйти из Барсы. Уйти бесплатно, друзья! В сезоне 20-24, кстати, Гюндаган был третьим в Барселоне по голу плюс пас. Крутая статистика, да и мы все ее с вами видели, что он по созданным моментам был в Ла-Лиге долгое время номером один. Да и вообще он футболист, который действительно, как он сам говорит, один из немногих, кто в Барсе на поле думает. Он даже после товарки с Реалом в США в разговоре с Гюлером говорил о том, что, блин, они чувак, они не думают, они не используют свою голову на поле. Что мне делать? И мне кажется, что Гюндаган за этот сезон очень часто открыто критиковал своих партнеров после классика с Реалом, что они не с теми глазами были в раздевалке, то, что в товарке он так говорил. Мне, например, это нравилось. Я считаю, что такие люди в команде нужны, чтобы никто не расслаблялся и никто слишком сильно не уверовал в себя. И плюс он действительно умный футболист, он действительно тонкий футболист. И это большущая потеря. И, конечно же, кошмарно, что мы хотя бы какие-нибудь 15 миллионов, жалкие для Ман-Сити, не попросили у них или 30 миллионов, или 40, да, за Гюндагана. Перед тем, как пойдем дальше, я бы хотел поблагодарить наших друзей из фона. Компания поддерживает все наши проекты и соцсети, а также является спонсором ЦСКА, Рубина, Крыльев, Акрона и Ростова. Ну, а еще активно развивает спорт в России. Недавно открыли спортивную площадку в Байкальске, а открытие посвятили памяти Василия Уткина. На бортах коробки написана одна из его культовых фраз. Вы думали, мы тут в футбол играем, а мы тут жизнь живем? Фото с мероприятием можно найти в нашем телеграм-канале. Двигаемся дальше. Феликс возвращается в Челси. Вот это, конечно, крутые чуваки из Челси. Они реально купили, понимаете, они купили Фелиша. Они заплатили за него деньги, причем немало, 50 миллионов. Может быть, для Атлетико это не очень круто, чтобы купили человека за 127, но продали за 50. Но после всего, что было с Фелишем в последние три года, продать его за 50, по-моему, это неплохая сделка. В итоге Феликс станет девятым трансфером Челси этим летом, после Адрабиёя, Келлимана, Гиу, Дюсберихола, Вейги, Уайли, Ансел Мино и Педро Нетто. Вот скажите мне, сколько людей, из которых я перечислил, вы знаете в лицо? Я мало. А у тебя нет ощущения, что как будто Феликс, он вообще нигде? То есть последние три года... Так и есть. Я говорю, и поэтому то, что Атлетик его за 50 продал, это нормально, это даже хорошо. Понятно, что они переплатили когда-то за него, но то, что они сейчас его за 50 продают, это круто прям. Как они будут выбирать? Мудрик, Фелиш, Мадуэки, Нету, Стерлинг, кто там еще? Ну вот как? Мне кажется, это будет какое-то гадание. А у Стерлинга уже конфликт. Нумеролог будет решать, что сегодня лучший человек с 27 номером. Ты слышал, что у Стерлинга уже конфликт? Извините, мне звонят Ашчелси. Двигаемся дальше. Переходим к вашим вопросам. Майкл Тидиди. В Европе есть два главных претендента на Лигу Чемпионов. Мат-Сити и Реал. Кто, на твой взгляд, может стать третьей силой? Слушайте, ну нет. Мне кажется, перед сезоном нельзя говорить про две команды. Все равно есть Бавария. Даже с компанией, но есть Бавария. Она все равно стала сильнее по составу точно. Есть ПСЖ, который был готов тоже проходить до финала, учитывая сетку. Соответственно, это уже четыре команды. Есть Ливерпуль, ребята, Арна Слота. Потому что у меня есть ощущение, что они вообще не стали слабее после ухода Клопа. Но при этом у них есть еще теперь история с тем, что они будут в созидании и против низкого блока хороши. И поэтому Ливерпуль я бы добавил в эту пятерку. И вот тогда складывается такая пятерка команд, которая действительно является претендентами на победу Лигу Чемпионов. Если из всего спорта человек смотрит только футбол, можно ли сказать, что он дурак? Слушайте, ну футбола сейчас так много, и его так много видов, так много лиг, что чтобы смотреть его весь, реально надо очень много времени. Если ты его смотришь весь, то у тебя не хватит времени на остальной спорт. Но лично я, знаете, это как по советской школе. Ты занимался несколькими видами спорта в параллель, и смотрел нескольких видов спорта в параллель. Вот эта Олимпиада, которая прошла без России, это, наверное, первая Олимпиада, которую так мало я смотрел. И больше там уже точно переживал за Индию в хоккейной траве, и это реально было круто. За нашу борцуху из Индии, которую в полуфинале дисквалифицировали. Не из-за того, что я написал пост о том, что в четвертый финале она прошла в полуфинале. Я не виноват. Там эти дурацкие правила с перевесом. Васан, за какую нетоповую команду из 105 лиг будешь переживать в сезоне 24-25? Ну я уже перечислял. Брайтон точно, Марсель точно, Болония при Винченцо Итальяно осталась такой же классной, дерзкой, даже несмотря на потерю Тиагу Мотты и Зиркзе. И я думаю, что это будет прикольно, то, что они делают, потому что даже в ничьей с Удинезе было очень много моментов, и играли они здорово. Вот вам, наверное, три команды, плюс... Плюс Спартак. Ну так Спартак я и так... Аль Насар? Нет. Нет. Нет, не будешь следить. Я думаю, а кто еще-то? За Атланту. Может быть, переживать. Кстати, видели интервью Мирончука? Очень прикольно, что Леха такое смелое дал интервью, ну, после презентации, типа пошутил, типа, почему вы перешли его талантом? Ну, потому что я люблю хип-хоп. Типа, ну, прикольно, что Леха пытается сразу бы как бы быть, ну, как сказать, авторитетным, как-то харизматичным, и, ну, прикольно. Я прям порадовался за его интервью. Васам, почему ты так не любишь Гриллиша? Ну, потому что, блин, а за что любить? За что? Непонятно. Типа, очень большой ценник, очень крутая пресса. Очень крутой футболист. Не знаю пока. Вайп команды. Вайп, все дела, там, крутые фотографии. Но я помню тот полуфинал с Мадридом, когда он не забил второй гол, а если бы он забил, то Сити проходил бы дальше. Ну, один момент. Да, я помню его прошлый сезон, где он ничего не сделал на поле, ну, толком, просто ничего. Мы можем сколько угодно говорить, что это из-за Гвардиолы он стал хуже, и ему там запрещают. Но если бы он делал круто, то, что он умеет, там, обводки один в один, прострелы, все это, ему бы никто не запрещал. Философия Гвардиола всегда была про то, что две трети вы работаете, как я говорю, а финальный третий вы можете созидать, творить, и там, импровизировать. Но Гриллиш нифига не импровизирует. Как будто он ему просто не верит, он говорит, делал вот это и все. Да нет, мне кажется, просто Гриллиш попал, ну, знаешь, это как сказать, по пирамиде в своей карьере он дошел до пика. А чего больше, как для английского футболиста, если ты играешь в команде, которая выигрывает там кучу титулов подряд, выиграла Лигу чемпионов, выиграла все, и ты еще в сборную попадал, из-за этого, а куда дальше-то? То есть он внутри Англии уже не может, он сейчас куда бы не перешел внутри Англии, это будет шаг назад. Ну да, это понижение. Поэтому он тусуется, бухает, и нормально все у него. Чем он должен не нравиться? Идем дальше. После матча с Малеркой есть ли уверенность в том, что Мбапе станет лучшим бомбардером Ла Лиги? Не знаю, мне кажется, что будет, так сказать, дистрибьюция между ними по голам. Видно было, как Родриго расстроился, что теперь есть троица БМВ, но там нет буквы Р, он даже об этом сказал. Я думаю, что он тоже будет сбивать, и как раз голы распределятся между четверкой. Еще не забывайте про Вальверде, не забывайте про подключение крайних защитников. В общем, нет, наоборот, нет уверенности, что лучше. Но при этом, чтобы вы понимали, в прошлом сезоне лучший бомбардир забил меньше 30 мячей. И вот в этом случае Мбапе может, то есть он все равно может добежать до 30 голов. Быстро ли он адаптируется в реале? Потому что как будто бы... Ну пока ты видел, да, этот эпизод в начале матча, где они прям в одном углу все трое. Да, да, да. И пока они не могут с этим разобраться. Это сложная задача. Кстати, я надеюсь, что именно Мбапе и проявит свою какую-то мудрость. Ну потому что ему все-таки уже 25. Он типа капитан сборной Франции. Он типа мегазвезда. Он уже владелец футбольного клуба Кан. Мне кажется, он должен проявить эту мудрость и типа сказать, окей, это ваше, это ваше. Я вот буду этим заниматься и играть нападающим. Что у вас Анто с ногами в последнем обратном отчете? Почему они забинтованы? Так я не понял, пацаны. Вам нравятся мои новые тяги? Или не нравятся? А возле Илдыза прямо сейчас строят весь проект возле Илдыза. Илдыз-то площадь какая-то. Как думаешь, правильное решение? В долгую, наверное, да. Сразу, скорее всего, это не сработает, потому что слишком молодой футболист, плюс у него могут быть травмы, еще что-то. То есть я думаю, что это все-таки Мото слишком системный тренер, чтобы надеяться только на Илдыза. И у него будет и схем, наверное, парочку, и разные варианты лидеров на поле. Поэтому я не думаю, что прямо только вокруг Илдыза. Но пока это все симпатично. Вассан, как думаешь, сможет ли Наполе с Конте бороться за топ-5? Я думаю, что Конте бы вообще остаться до конца сезона в Наполе. Вы видели? Матч в Кубке, который они там по пенальти только выиграли, а потом матч в чемпионате. Это просто, ну, как бы, во-первых, у них не идет. Им не везет, потому что в первом тайме они создали моменты, там и у Ангиса, и у Хвича были моменты. Но пока мне кажется, что они такие, ой, это же Конте! Круто, круто, круто! А он их просто, типа, нагрузил летом и, типа, знаешь, как бы замучил их тактикой, работая без мяча, они такие, ёк, колыманет, в чем прикол? То есть я думаю, что как будто, может быть, типа, дно может быть пробито у Наполе. То есть восьмое... Если не будет результат... Типа восьмое место или какое? В том сезоне это еще и не предел. Они могут еще хуже выступить, мне кажется. Плюс Конте конфликтный достаточно, быстро взрывается. Расставь по уровню игры Рональдинио, Антони, Антони и Роналду. Роналду Зубастик. Рональдини номер один вообще в принципе за всю историю. По уровню таланта, по уровню технического оснащения и индивидуального мастерства никто к нему не близок. Даже Месси, Марадон, тем более, что Криштиан, никто по уровню оснащения даже близко не стоит рядом с Рональдинио. Поэтому номер один. Очень близко к нему Роналду, но просто Роналду чистый... Я думаю, ты сейчас скажешь, очень близко к Роналду. Роналду как Напа, да. И типа по природному. У него физически он был более одаренным, да. И он был, типа, опережал свое время, там, лет на 20, скорее всего, да. Поэтому вот Рональдинио, потом Зубастик, и потом еще 270 тысяч футболистов, и потом Антони. Почему-то Грильша не хватает на списке. Вот, кстати, Грильша я поставил третьим вместо Антони. Ну, Антони, это просто чувак на пляже должен был играть в футбол, а не в большой футбол. Вован, а что ты такой хмурый был в обратном отчете? Расстроился из-за Джека. Кстати, я реально посмотрел запись, ты какой-то реально грустный. А я был в напряжении постоянно и думал об этом. Сейчас я Джека напишу, опять люди накинутся, вы накинетесь. Тебе было как-то стыдно за свои ответы. Да, я думал, что мне будет стыдно, на самом деле все прошло хорошо. Выпуск мне понравился. А тебе? Там, где ты отвечал, нет. Двигаемся дальше. Васан, не кажется ли тебе, что ПСЖ все еще далеко от Лиги Чемпионов? На таких трансферах максимум на четвертую. Не согласен, ребят. Не-не-не. А сейчас потеряли стандартного нападающего, остался только Кулом Муанин. Вот. Рамош даже на три месяца вылетел. Но у них мощнейший центр поля, у них обалденные фланги с Баркаля и даже с Дембеле. Окей. Классные фланги, в том числе, потому что есть крайние защитники Мендеша Кими. Поэтому, нет, я считаю, что они сильные и они будут становиться сильнее с каждым сезоном при Энрике. И когда вот они уже доберутся до состава, до оптимального и появится эта звезда в атаке, кто будет забивать регулярно и постоянно голы, ПСЖ будет фаворитом уже тогда, а не просто там выходить в полуфинал. Вассан, как тебе Армения? Что больше всего понравилось? Что из еды больше всего зашло? Слушайте, ну армянскую еду я и в Москве много где ел и пробовал. Просто друзья привели в ресторан такой прям классический, с живой музыкой. И мы заказали просто даже закусок, типа там 15 видов, которые там мы съели и уже как бы закончились все силы и возможности. Чис сбросил Вассан? А? Худел во время поездки или нет? Да, потому что в первый же день друг меня затащил в 4 места, которые находились там одно в 40 километрах, другое в 20, другое в 30. Пешком пойдем? Симфония камней. Мы реально прошли 25 тысяч шагов, чувак. 25 тысяч шагов я в первый же день прошел за первый день. Вот. Есть скрин с телефона прикрепим, шаги Вассанта, да, 25 тысяч шагов. Надеюсь, он говорит правду. Нет, это было правда, реально. Поэтому, что в Армении понравилось, вот вечером прикольно в Ереване, вот в 9-10 вечера ходить по центру города очень прикольно. Классная атмосфера, такая, какой-то старой Европы такой. И понравился загород Еревана, вот эти все просторы, широчайшие, горы, какие-то исторические места, как там языческий храм древнейший, церковь, которую 4 века строили. Там, ну, там есть, есть сила, то есть это место силы на самом деле. Почему Беллингем уже не котируется как победитель золотого мяча? Он же был хорош даже на Евро. А в смысле он был хорош на Евро? То, что он забил там решающий гол, важный в одном матче, согласен. Ассист в финале? Да, и, ну, как ассист, блин, там все равно решил Уоткинс. Поэтому, я не считаю, что он был прям хорош. Он был хорош в первой половине сезона в Мадельском реале. Типа, безумно хорош. Не просто хорош, а очень, очень, очень хорош. И вообще, только из-за этого мы про это говорим. Потому что второй план сезона он был на среднем уровне. Твой фаворит кто в носу на золотой мяч? Мой фаворит? В смысле, что кому я бы дал? Да, кому бы ты дал в данный момент? Я бы дал Родри. Но фаворит мой Венисиус. Поможет ли Атлетика большая закупка игроками в этот трансфин окно? Поможет. Но, как я описал себя в Телеграме, это шаг. То есть, нужно еще будет. Потому что, все равно, выходит Вицель на поле. И это странно. Потому что, все равно, в центре поля нужен еще один человек. И плюс, я не думаю, что, например, если ты отдаешь просто фланг Молине правой, то ты одинаково много получишь и в атаке, и в обороне. Если там левый фланг с Рикельми и Лино все круто, то правый надо еще решать. Поэтому это шаг, но не окончательно. Тенхак в этом сезоне купит себе клоунский нос? Да, мне кажется, слушайте, у него такое самообладание. Он в любой ситуации всегда говорит, что он прав или что он доминирует, и все у них хорошо. И вообще, они вторая команда Англии за последние пять лет, потому что они выиграли два кубка. Поэтому он себе не купит. Болельщики может и купят, а он нет. Какой из топ-трансферов это лето окажется провальным? Ну, я думаю, что... Для меня самый близкий к провалу потенциальному это Альварес, потому что это очень дорого. 75 плюс 20 за него это дорого. И ожидания сейчас будут большие. А я не думаю, что это человек, который забьет, типа, в чемпионате 25. А если он забьет 15 в чемпионате, я считаю, что это провал. Матч за титул чемпиона Испании между Барселоной и Реал Мадридом. Последние секунды. Анчелоки выпускает замену Вавана, который оформляет хит-рик в ворота Барсы. Вопрос, что будет с Ваваном? Ваван, ты сам написал этот вопрос или что? Я не понял. Нет, вот люди пишут. Или кто-то съел растишку или что? Что за... Пацан, но я праздновать не буду, хит-рик спокойно отгружу и пойду спокойно отдыхать в раздевалочку. А кому это вообще интересно? Это твоя девушка, что ли? Да нет, ну же висник. 121Z? А, в смысле, что я сделаю с Ваваном? Ну да, отблагодарить. Или подарить мне что-нибудь. Если бы он так сделал, он бы точно был уволен из Мяч Продакшна. Вот в этот же день. Ему бы в вечер пришло сообщение, ты уволен. От кого? От Саня? Да. И от меня, и от Саня. Как считаешь, не пора ли Сон Хин Мину уходить из Тотмахэма в условно Челси, Баварию или еще куда-то? Да нет, ребята, он уже пересидел. Слевой и забивал там Ман Сити в Лиге Чемпионов. И у него было впереди еще там 5 лет. Я понимаю. А сейчас он капитан Тотмахэма, лидер, уже легенда этого клуба. Я не думаю, что сейчас выгодно ему уходить. В Челси точно. А в Баварию может быть, потому что он играл в Гамбурге и ему не надо адаптироваться к Германии. Но тогда можно и в Ливеркузен, потому что он и в Ливеркузене играл. И вот это гораздо более прикольная история, мне кажется, была бы. Лассант, раньше ты знал игроков молодежной сборной Ирана и африканских клубов, а сейчас всех футболистов подряд называешь ноунеймами. Что случилось с твоим скаутским отделом? Да это Саня все виноват, Журавлев. Это Журавлев говорит, да ладно, кому это важно, кому это интересно. Надо, короче, хайп, надо быть ближе к народу, быть ближе к людям. Поэтому нет, я все еще слежу, пытаюсь там за кем-то смотреть, подмечать в команде недели. Кстати, на этой неделе первый раз выпуск вышел без меня. Сезон начался, для кого-то даже слишком. Напишите, смотрел вас он? Я посмотрел. Там все хвалили Слудникова очень. Там я даже читал комментарии, что Слудников создан для рубрики про плюсы и минусы, да, про события. Поэтому Саня Журавлев, я бы на месте задумался, конечно. ДХС может реанимировать карьеру в Фиорентине? Да, потому что Фиорентина играет достаточно атакующий футбол, допускает момент у своих ворот. Вот тебе, Дехея, проявляйся. И я думаю, что он сделает это. И благодаря такому человеку, как Дехея, Фиорентина, может, наконец-то, если она опять выйдет в финал Лиги Конференции, наконец-то его выиграть, во-первых. А во-вторых, попробовать побороться за то, чтобы быть там в пятерке в Италии и попасть в Лигу Чемпионов. Дехея – это мощь, это круто. Вассант, ты спортдир Челси, тебе дают 300 миллионов и просят пересобрать состав. За 300 миллионов, ребят? После того, как они покупают людей там непонятно кого за 120, 300 миллионов мало. Извините, но 300 миллионов, чтобы пересобрать состав, это мало. Тут надо, во-первых, избавляться от того, от тех, кого они купили, да, сначала, а потом уже покупать. Но я вам скажу так, что если бы сейчас, например, в центр обороны Челси бы взял Андерсона либо Гейхи, это было бы круто номер раз. Или Сега силы бы вернул. Нет, это номер раз. Номер два, если бы они взяли на левый фланг себе Аита Нури из Вулхвентена на левый фланг вместо травмированного Чилвилла и Кукурелли, это два. Три, это в центр поля атакующим полузащитником над Кайседо. Не думай, сейчас суперяркий индивидуалист, например, как Кудус из Вестхэма. Ну и в атаке, в атаке нужен человек, вот если они договорятся с Осим Хэном, то это будет другой. Да и в целом, в Челси даже с этим составом, мне кажется, будет близок к пятерке, к шестому месту. Я болею за Дортмунд уже 11 лет и ни разу не видел, как они поднимают салатницу. Что думаешь насчет Дортмунда в предстоящем сезоне? Слушайте, ну Дортмунд в том сезоне, не в который прошел, а в позапрошлом, должен был поднять салатницу. Сами выпустили. В этом сезоне будет гонка на троих. Дортмунд очень круто усилился, точечно, прям классно. И Бавария пока с компанией такая, Ливер Кузен, салатницу, я не увидел, как усилился, чтобы называть его прям фаворитом нового сезона. Поэтому все шансы у Дортмунда есть, и Бундеслига потихонечку приоткрылась благодаря Баварии. Почему так мало команд уделяют внимание кубковым турнирам? Эра Артета в арсенале выглядела бы гораздо мощнее с парой кубков Англии. Да нет, ребят, ну хорошо, что вот Юнайтед выиграл два кубка при Тенхаге. Мы что, его период называем мощно? Нет, он все равно находится под давлением. Клоунский нос. Никто им не доверяет, клоунский нос и все остальное. Более того, Артета же выиграл в один из сезонов, когда он был восьмым кубок как раз с Абамиянгом, когда они прошли и обыграли там по пути двух или две или три топ-команды из Англии. Поэтому да нет. Больше для команд второго эшелона, да, наверное? Да, и в этом-то как раз классно, что они там играют, они там выигрывают, проходят в Юрокубке как Вестхэм, как Фиорентино, как там Вильяреал, я не знаю еще. Это скорее история для Нью-Каслов, для Болонии, для Жироны, для Атлетика Бильбао, который, кстати, спустя 40 лет выиграл трофеи в том сезоне, выиграв как раз кубок Испании. Ну, выбиваешь грандов, соответственно. Да, да, да. Максим Главанов спрашивает, Вассан, смотрю у тебя из Аргентины. Опа. Понял, Вован? Вот это уровень. Меня смотрят даже в Аргентине. Привет передаю. Кстати, может быть и Армяне, потому что в Аргентине очень большая диаспора армянская. Считаешь ли ты Аргентину главным фаворитом Чемпионата мира 2026-го? Все-таки защитили титул чемпионов Копы до явления Месси Аслаба. Действительно, мы увидели команду, которая и без Месси может выигрывать. Вообще на турнирах решает сплоченность, понятный рисунок игры, да, и наличие индивидуально сильных футболистов. Все это есть у Аргентин. Но в 26-м наверное уже не будет Демарии. Чуть поколение поменяется. И скорее Месси уже приедет условным символом команды, а не игроком. А все-таки на Чемпионат мира в Катаре эти двое решали индивидуально эпизоды. Там с Мексикой условно, с Австралией в тяжелых матчах, с Голландией решало индивидуальное мастерство. Без этого Аргентина ничего не выиграет. Ну, пройдет там куда-нибудь за счет сплоченности. Но они ничего не выиграют. А потом, допустим, попадет на Испанию. Ну да, поэтому все-таки Испания же тоже выиграла, потому что там Ольма индивидуально очень сильно сыграл. Те же там Карвахали, Кукурелия, Родри. Это же все индивидуально очень сильный футболист. И Ямаль будет не такой старающий. Ямаль индивидуально сильнейший. Наверное, Испания. Вот, наверное, Испания. Вова подсказывает, что скорее Испания будет фаворитом. Расставь по местам в прайме. Рамос, Мальдини, Ван Дейк, Пуёль, Канавара. Смотрите, ребята. В прайме именно Ван Дейк. Объясню. Ван Дейк в прайме мог вообще провести сезон без того, чтобы его кто-то обыграл один в один. Физически суперсильный. Он вообще играл нападающего. Поэтому он ногами круто играет. Он забивает голы. Решающий гол. Да. Он очень быстрый и очень сильный физический человек. И вот всего этого, если мы остальных будем брать, чего-то будет не хватать. Объясняю. Поэтому на пике Ван Дейк номер один. У Рамоса есть все из этого. Но он не обороняется так круто, как Ван Дейк один в один. Плюс красные карточки. Глупый. За свою карьеру получал огромное количество раз. Мальдини я поставлю вторым, потому что Мальдини в обороне лучше их всех. Типа на голову. Но он ногами не так круто играл. Не было кросса крутого там. И техника владения мечом у него была не суперская. Поэтому Мальдини сразу после этого Рамос все-таки решающих голов много и очень длинная карьера. Потом Пуёль, потому что, наверное, как именно капитан, как характер, как человек, который сплачивает, как человек, который играл на двух позициях, круто, и правым защитником, и центральным. И как основной защитник может быть лучшей клубной команды и может быть лучшей сборной команды за долгую историю. Потому что он же ведь и в Испании был капитаном. И он в полуфинале десятого года немцам забил головой решающий гол. И только потом... А пятым я поставил Коновару. Ну, потому что Коновару, да, крутой очень защитник, но все-таки он за счет своего, наверное, характера и за счет итальянского образования футбольного вывел себя на пик и провел там турнир сборных сумасшедший, когда выиграл золотой мяч. Но он невысокий, это было проблемой. И я считаю, что на клубном уровне он не так много всего выиграл и сделал, отметился. Он мог бы и лучше. Потому что даже придя в Реал, как будто бы это все провалилось куда-то. И он же пришел как раз в Реал тоже, в Галактикос. И он, по-моему, Лигу Чемпионов не брал. Если нет, поправьте меня. По сути, только из-за Чемпионата мира запомнился. Вот поэтому так для меня неожиданно. Может быть, я уверен, что вы оспорите мой выбор, но я бы так написал. Интересуешься ли ты ММА, в частности, UFC, если да, назови любимых бойцов? Да, со времен Андерсона Силвы. И он, наверное, мой любимый боец. Понятно, что я орал, кричал во все горло, когда Хабиб обыгрывал Макгрегора. Переживал за Федора. И когда он был в UFC некоторое время, и до этого был в других организациях, и потом его бои уже в России. Мне очень нравится Гегард Мусаси. Мне нравился очень Шлеменко, когда в времен Белатера. Али Багов. Немков. Немков. Мне очень нравится наш тяж Белатерик. Али Багов. Да, Али Багов это наш такой знакомый, точнее, Вовин знакомый друг, но Али Багов я тоже видел, да. Ну, короче, да. Ну, вы прекрасно знаете, что у меня друзья есть оттуда, там и Камил Гаджиев, там и Сангаджи Тарбаев, поэтому в этом мире очень долго пробыл. Поэтому, да, я интересуюсь. Басан, считаешь ли ты Салаха более великим африканским футболистом, чем Драгба? Есть ощущение, что многие игнорируют величие Мо из-за ностальгии по былым временам. Не, Салах точно легенда африканского футбола, точно легенда Ливерпуля, точно легенда АПЛ. Просто как будто бы моментов личных с ним, где он решил в финале или там принес титул, их не так много. Плюс он играл в Ливерпуле в команде, где сильна команда. В Челси был силен личностями. Типа Терри, Лэмпорт, Драгба. Там в каждой из линий была суперличность. Драгба отыгрался в Мюнхене, забив головой, и забил пенальти решающие. Драгба кричал это полный стыд в полуфинале с Барсой, когда Эвребе там не дал кучу пенальти. И Драгба многое решал сам лично. Ну, типа на чистом индивидуальном мастерстве. И вообще он был королем важных голов в важных матчах. Поэтому его карьера кажется больше пока что, чем у Салах. Есть ли у тебя любимый клуб в Турции? Кто из большой тройки? Тебе больше всех симпатичны. Почему? Не, любимых клубов точно нету. Я всегда отмечал для себя атмосферу на Али Самиене, Галатасарай. Еще помню, когда Локомотив ездил. Помнишь? И Ласьков на замахе убрал, забил. Думаю, вот это круто. Вот это Ласьков, типа танк. На таком стадионе против Галатасарая такое хладнокровие там показывал Дмитрий. Это мастер. Да, такой гол забил, я помню. Поэтому это отложилось. Я помню там сезон, когда Марио Жардел играл за Галатасарай, они выиграли Суперкубок Европы. Там Хаджи играл в Галатасарай. Вообще много звезд прошло через Галатасарай, поэтому они больше отложились в голове, чем Бешикташ и Фенербахче. Но любимого нету из этой тройки. Васан, какая прическа будет у тебя на сезон 24-25? Пока думаю, ребята, об этом посмотрим. Пока вот видите, отращиваю бороду и не собираюсь ее пока брить. Может быть, это будет прямо что-то такое карвахалеобразное. Васан, почему ты такой крутой мужик? Ну, ребята. Васан, а кто этот комментарий писал? Саня Санчес. Ну, это реальный человек, видимо. Ну, давайте я оставлю без ответа этот вопрос. Ну, собственно, Вов, мы переходим к твоему блицу. Да, двигаемся дальше. Васан. Да. Холланд забьет 40 голов во всех турнирах в этом сезоне? Во всех? Да. Амбапе? Да. Васан, ты собачник или кошатник? Не то, не то. Мне постоянно предлагают, у меня жена выпрашивает это, но я говорю, что если мы переедем в дом, и когда мы переедем в дом, тогда да, но в квартире точно нет, потому что за ними надо ухаживать, а у меня постоянно нет дома, и я вообще сижу в подвале уже седьмой год и пишу все время ролики и шорсы для Амбаса. Васан, в своей команде ты бы предпочел иметь лучшего вратаря мира или суперзабивного нападающего? Суперзабивного нападающего. В какую африканскую страну ты бы хотел съездить в отпуск? ЮАР. У меня тут ребята недавно ездили, потому что там рядом, по-моему, или Сота, интересно, еще что-то, то есть там рядом можно еще посмотреть что-то, поэтому ЮАР. Васан, твой любимый фильм с Джейсоном Стэттлером? Перевозчик, конечно, блин, ты че? Ну, это такая романтика, что супергерой говорит. Мужик сказал, мужик сделал, отсюда следует, что это два разных мужика. И хотя там каждая следующая часть была слабее предыдущей, мне это нравилось, потому что мне кажется, вот там он и, там и зародился, он как, а, блин, еще знаешь какой? Вот, наверное, перевозчик и Адреналин. Блин, это сумасшедший. Ну, Адреналин, наверное, даже где-то покруче. Это просто чокнутое кино, реально. Ну, это, ну, мне кажется, они на площадке только кайфовали просто. Это была полная свобода действий вообще в целом. Вот так? Да. Друзья, очередной выпуск выдал базу. Надеюсь, он вам понравился. Будем продолжать работать. Пишите свои вопросы, пишите комментарии. Советуйте Вове, как развивать его Телеграм-канал. Подписывайтесь на его Телеграм-канал. Подписывайтесь на Телеграм-канал Мяч Продакшн. И не забывайте про мой личный ТГ Москвич Индус. Всем пока. Пока. Мяч Продакшн av Телеграм-канал Мяч Продакшн. Телеграм-канал